несколько новостей дня несколько интересных сюжетов во-первых я побывал на матче динамо москва ска ска победил со счетом 2-0 но мне больше всего запомнилось то что два 21-летних вратаря проявили себя очень здорово динамо отправила в ворота георгия кузнецова его мало кто знал но это было дебют в кхл и он я считаю сыграл очень здорово посмотрите его интервью когда били обратно что будете играть перед вратарской тренировкой перед раскаткой сказали что я в воротах и рам будет запасным такой дебют против ска это хорошо или плохо против супер сильной команды мне наоборот лучше чем хуже тем лучше чем больше бросков наоборот ты не волнуешься ты не успеваешь работа была приличная да ты сразу в игру вступаешь и работаешь насколько сам доволен своей кой сегодня только цель на шаре четыре из пяти мог получаешься летну бывает самые первые минуты когда вышел на лед был какой-то поможет мандражик мысли какие были да нет да нет не было никаких волне и не знаю почему не было пеньки хода но просто просто работал и все кайфовал лучший момент матч это была концовка первого периода когда вы там удалось первый бросок капотла отразить плечом поймать там не понял какие трассе этом там перекладина сначала было то что повезло нужно самый трудный когда момент вот из может быть из двух голов все можно ли было голы эти взять первый гол самый сложный потому что я вообще ничего не видел там и он попал конечно фантастически а ликошета не было кого-то касание я не видел нарушаю то есть там так попал я только в воротах увидел александр ревенка на правах старшего товарища что-то советовал к стрекам настраивал говорил что-то дома чем может во время матча сказал что не волнуйся наслаждайся игрой все работает все перерывах не обсуждал ничего подобного перерыва как все делаете вы настраиваетесь как-то отдыха просто отдыха какая музыка помогает там перед матчем может есть как что-то совсем просто к андрею миронову диджей развивалки диджей да есть у вас какой-то вратарис который вы брали пример когда начали заниматься хоккеем кто нравился особенно может на странный по стилю по стиль не нравится как василевский играет как пекарина играет но и очень атлетичный не нравится как они играют а так бобровский еще хорошо все а в детстве вот когда ты рос на кого ориентировался я вообще сначала защитником был раскрыть кстати до 9 защитником был потом не поставили в раму сказали перентьяй ты бегать не хочешь давай в раму с тобой все окно катика примерно так и так пошло-поехал с какого бы выделили из форвардовска сегодня я вратаря хочу отметить алексей очень хорошо играет фантастически завидуете или паха завидуете или по-хорошему докладить заведу и по-дружески в одного возраста по детским турнирам часто с ним пересекались часто пересекались да и тут практически с детства играли со sky и с ним играли то есть тут такая дружеская конкуренция но только он дебютировал два года назад а вы вот только сегодня в принципе как ваш мечта есть сборный нхл куба гагарина у каждого олимпиады куба гагарина конечно вместе да да владимир крыкунов объяснил на пресс-конференции как он принял решение сделать ставку на кузнецова и у проверяйтесь с уйтихи и у нас сейчас три вратаря тоже будет ему дальше шансы давать при этом узко играет очень хороший вратарь алексей мельничук который одержал три победы подряд и пропустил этих трех матч всего две шайбы еще мы встретили дмитрика горлицкого он вернулся в состав после пропуска пары матчей и был очень счастлив этому какое чувство во первых играть против динамо очень приятно играть на этой арене могу я смогу очень приятно конечно играть на этой арене очень такой хорошая атмосфера здесь и конечно очень непростой матч был хорошая команда хорошо что он так закончится ради которые бывают в такой ситуации говорят что иногда бегут на чужую лавку принтер нет не бежала старался максимально сконцентрироваться поэтому наверно не бежала с вадимом пообщаюсь до успели немножко вчера пообщались по телефону и сегодня после матча ну так пару слов перекинулись конечно мы дружим паре не было нет него как вы прокомментируете то что вы не играете какое-то мое время возвращаетесь болельщики думают куда про пока горлейский как вы это воспринимать рабочий момент сегодня играл значит все хорошо надеюсь следующее тоже буду играть что конкуренция в ска за место составе выше чем динамо потому что динамо всегда играли ну соответственно очков было больше а здесь надо в каждом матче выгрызать место составе я не сказал что прям все это выгрызать надо просто играл не лучшим образом очки не набирал пользу не приносил такую которую от меня требовали поэтому в принципе не играл в принципе все закономерно сегодня по ходу матча делали такие акценты на дмитрика горлицком на вадиме шипачеве ими ввиду прошлое клубное чувствовали какой-то дополнительный такой волнение честно я не видел мне сказали после игры да что-то какой-то там песню включена что-то такое было смешное но честно не видел поэтому не ощущать не ощутил а так конечно если это как-то было весело возможно болельщики смеялись порадовались на кроме того мы поболтали микс зоне с василием подкозлиным нашей новой звездой очень хорошее интервью дал вася и больше все запомнился конечно вопрос про цска когда вася назвал армейцев роботами но тут не было никакого оскорбления реально цска бегать как такая роботизированная гвардия и их очень трудно победить довольны сегодня игровым временем своим я всем доволен всегда мне я всегда пытаюсь быть на позитиве да сколько вы мне не дали сыграть вот но хорошо то что начинают доверять начинают выпускать это радует а реализации своей довольны сегодня недовольны до шок шутила выходя из пресс-конференции почему не спросили про подкозина то есть его так часто спрашивают про вас на прессуку что он удивился что сейчас не спросили насколько вам интересно это внимание прессы который нарастает с каждым месяц я вообще спокойно отношусь к прессе и никакого недавления ничего не чувствую и особо пытаюсь не читать то есть что пишут люди вот и поэтому максимально спокойно от матча прошел два молодых вратаря были кузнецов дебютировал динамо у вас игра мельничук насколько рады что молодым доверяет к ну здорово да то есть мельничок вообще воспитанник ска то есть здорово то что своим дают играть и здорово уже две игры на ноль сыграл вот и видно то что он набирает он приобретает уверенность молодец рад за него все причина что ска играет на ноль вот уже во втором матче есть мельничка поставили по атмосфере как ты сегодня сказывалась или как вообще сегодня на новой арене здорово в принципе всегда приятно играть ко много болельщиков нового народу какие-то крики шумы тоже в принципе особо не слышишь когда играешь поэтому нормально все маленькие площадки вам как сейчас получается постоянно на них играете и в сочи и здесь и дома да нормально уже в принципе все адаптировались и мы провели сборы скажем такая на маленькой площадке на финской потом на канатке уже вот привыкли в принципе мне нравится хороший потому что идут споры многие говорят за защитником наоборот проще играть нападающим хуже другие считают что нападающие больше поближе к воротам будут больше нравится меньше бегать у вас есть какая-то личная цель на это сезон лично этом забитом 10 голов или что-то еще один ты не могу забить какие здесь на сезон то просто набираю набираться опыта да прежде всего в тренировочном процессе при приобрет приобретать игровую практику выходил или кхл там мхл неважно вот и хочется конечно чемпионат мира поехать вот который будет новый год слушать после этой серии команды скиньтесь на пачку сухаря мельничку и мельничек должен проставляться так то есть у нас есть правила такие то есть играешь на 0 там делаешь сюрпризы спереди еще один матч циска когда играете с циска в чем матч становится более крутым скорости выше опыт скажет соперника в чем это 0 3 был первой игре ну во первых циска да такая команда да там ни на рассморочку то роботы играют да постоянно бегают не устают ну то есть хороший быстрый хоккей да и адаптироваться к нему тоже надо то есть где-то сыграть попроще надо с ними где-то не не вести там шайбу к себе допустим вот и в принципе а так ничего особенного нет то есть рядовой матч понятно то что там по атмосфере очень круто но а так по игре все то же самое а еще я заглянул олимпийский комитет где проходил исполком и задал вопрос президенту окр станиславу познякову вопрос был про евгения кузнецова меня больше всего интересовало будут ли за евгения бороться будут ли подавать спортивно-арбитражный суд в лозане чтобы снизить им срок дисквалификации за допинг с 4 хотя бы до двух лет что он принял участие в олимпиаде в пекине нет вас информации собирается хоккейной федерации независимую листу подавать глаза но по делу кузнецова может снизить с четырех до двух лет или это нереально вообще не то есть не снижать такие дела смотрите во-первых сегодня было заседание исполком на котором присутствовал глава федерации хоккея россии Владислав Александрович Третьяк он эту тему со мной не обсуждал поэтому мне сложно говорить за федерацию что касается разных подходов в профессиональных спортивных хоккейных лигах любых спортивных лигах которые находятся в Соединенных Штатах Америки это безусловно у нас это вызывает некоторое беспокойство и даже смущение если хотите как я понял бороться за Кузнецова никто не будет может быть даже сам Женя этого не хочет и я еще поговорил на матче Динамо СКА с компетентными людьми и как понял никому даже мысли не приходит в голову чтобы юристам подавать какой-то протест так что скорее всего этот срок дисквалификации на 4 года таким и останется а в конце передачи посмотрите две драки первая это реальная драка в женском хоккее кстати если зайти на канал женской хоккейной лиги самое большое количество просмотров там собирают ролики именно о драках стесняться этого не надо это часть хоккея и второй момент симуляции Уморка в матче против авангарда Бондарев его даже не тронул просто на него посмотрел и Уморк упал Бум 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 Продолжение следует... Продолжение следует...